Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых последних событиях из мира автомобильного тюнинга. И сегодня я расскажу вам о таком. Брабус представил эксклюзивный ситикар для богатых. Менхард прокачал новую Toyota Supra. Ателье G-Power представила свою версию BMW M3. Брабус представил эксклюзивный ситикар для богатых. Оказывается, что известное ателье умеет создавать не только пожирателей бензина, но и имеет в своем арсенале более практичные модели. И одной из них оказался сегодняшний герой обзора – Брабус Ultimate E, который является прокачанной версией Smart EQ 42 Cabrio. Как вы уже догадались из названия, черный малыш полагается исключительно на электродвигатель, который после ряда доработок выдает 92 силы и 180 ньютон-метров крутящего момента, что на 11 сил и 20 ньютон-метров больше, чем у серийного варианта. Такая необузданная мощь позволяет этой крохе разгоняться до первой сотни за 10,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 130 км в час, чтобы вы, не дай бог, не перевернулись на этом маленьком, но очень дорогом кабриолете. А вот батарея осталась нетронутой, ее емкость составляет 17,6 кВт-часа. В Брабус уверяют, что одного заряда вам хватит, чтобы проехать 125 км пути. Кстати, в этой малютке предусмотрено три режима работы, благодаря которым можно очень неплохо сэкономить заряд батареи. Ну а если хочется повеселить народ на светофоре, тогда вам прямой путь в режим спорт. Но главным отличием любого Брабус является его внешний вид. И здесь у карликового спорткара с этим все в порядке. Для запугивания других участников движения малютка оснащается фирменным обвесом Брабус White Star, 18-ми колесными дисками и огромным количеством шильдиков Брабус, а качество отделки интерьера позавидуют более дорогие и роскошные модели. Увы, но цена на новинку не сообщается, но если учесть, что за прошлое поколение в ателье просили 73,5 тысячи долларов, то я сомневаюсь, что нынешний вариант будет дешевле. Ателье Менхарт представило пакет доработок для новой Toyota Supra. Если у вас не возникает нервный тик при одной мысли, что под капотом Supra установлен мотор от BMW, но при этом вы хотели бы больше мощности, тогда данный проект вам идеально подойдет. Напомню, что под капотом у японской двухдверки установлена трехлитровая рядная шестерка родом из Баварии с отдачей в 340 сил и 540 ньютон-метров крутящего момента. После установки фирменного модуля управления и настройки программного обеспечения специалистами Менхарт, агрегат выдает 450 сил и 650 ньютон-метров крутящего момента. Чтобы мотору легче дышалось, ребята полностью заменили стоковую выхлопную систему, установив фирменные 100-мм выхлопные трубы из нержавеющей стали, а также поработали над подвеской. В ателье считают, что стоковый вариант недостаточно хорош, вследствие чего был установлен комплект от КВ и понижающие пружины от H&R, что положительно сказалось на управляемости двухдверки. Не забыли в ателье и про внешний вид. Ребята предлагают фирменные 20-е диски с алмазной шлифовкой, новый обвес с красным акцентом и обширную программу по кастомизации салона. За отдельную плату автомобиль можно оснастить электронным блоком управления выхлопа и тем самым регулировать звучание вашего автомобиля. Ну а теперь самое главное – цена. За работу с мотором ребята просят 2436 евро. Если вам понравились фирменные диски, прибавляйте к цене еще 2700 евро. Ну а если вы хотите установить полный комплект всех изменений, тогда готовьте 12000 евро. Это BMW M340i X-Drive. На сегодняшний день это самая мощная модификация новой тройки, под капотом у которой установлена трехлитровая рядная шестерка B58 с отдачей в 374 силы и 500 ньютон-метров крутящего момента. С таким потенциалом седан набирает первую сотню всего за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км в час. Но что же делать тем, кому такой мощности недостаточно, а ждать новую M3 не хватает терпения. Для таких клиентов рецепт очень прост. Идете в салон BMW, покупаете новенькую M340i и бегом к парням из G-Power. На днях в ателье представили целых три уровня доработок для данного автомобиля, так что каждый сможет подобрать нужный вариант по вкусу. Начинается все с базового уровня GP420, который включает в себя установку фирменного блока и программного обеспечения. Таким нехитрым путем ребятам удается снять с мотора 420 сил и 600 ньютон-метров крутящего момента, а разгон до первой сотни занимает 4 секунды ровно. Привет, Mercedes-AMG GT! За базовый уровень ребята просят всего 1700 евро. Второй уровень, кроме установки фирменного блока, подразумевает замену стоковой выхлопной системы на фирменную из нержавеющей стали. А мощность мотора в данном случае составит 470 сил и 650 ньютон-метров крутящего момента. За проделанную работу ребята попросят 4245 евро, что не так уж и много за возможность ускоряться до первой сотни всего за 3,8 секунды. А вот самый мощный вариант включает в себя все вышеперечисленные изменения, а также установку нового турбонагнетателя с увеличенным колесом. С такими доработками двигатель выдает 510 сил и 690 ньютон-метров крутящего момента, чего достаточно, чтобы седан ускорялся до первой сотни всего за 3,7 секунды. Если верить утечкам, такие же показатели будут и у нового поколения BMW M3. Но в отличие от баварцев, ребята просят всего 5840 евро за возможность приобщиться к культу очень быстрых седанов на каждый день. Что ж, друзья, А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте о нашем инстаграме, ссылка на который есть в описании к этому ролику. Всем удачи, пока!